видеоканал salapin.ru представляет всем привет это видео канал salapin.ru и я его ведущий дмитрий салапин сегодня мы опять на рыбалке давненько уже не были и пока нам такую возможность временно предоставили надо ей обязательно воспользоваться как обычно начнем с замеса прикормки целевая рыба сегодня плотва и исходя из этого будет сделан выбор прикормочной смеси это будет два пакета плотвенных один пакет это solar плотва 2 пакет это energy плотва также немножко добавлю аромы плотвиной и на этом собственно говоря все никаких особых сегодня выкрутасов не будет прикормкой элементарно два пакета немножко рома хорошо запаян пакет а Наиболее важная и ответственная часть рыбалки – это, конечно же, промер глубины, чем мы сейчас и занимаемся. И для тех склеротиков, которые, как я, забывают глубиномер дома, есть небольшой лайфхак, как выйти из положения. По-любому у вас при ловле с махалкой должен быть собой набор грузов. Берем крючок, прилепляем к нему самую большую дробину, или две, или три, столько, сколько надо, и таким образом они заменяют нам глубиномер. Ну что сделать? Вот в прошлый раз, видимо, в карман куртки бросил глубиномер, и так он где-то вместе с этой курткой и остался. Сейчас вымерился. Тут от берега идет свал. От берега идет свал. Чуть-чуть он, причем, идет левее от меня, чуть глубже, здесь чуть меньше. И пришлось мне зайти на мостик, потому что с берега я не дотягивался до нужной мне глубины. С мостика я нащупал тут небольшую ступеньку, ну как ступеньку, она все-таки такая с уклоном в сторону глубины идет, и именно на этом, на этой вот небольшой ступенечке буду ловить, она хоть такая пологая, потому что на очень резком свале ловить, сами понимаете, безрадостно и во многом бесполезно. Обо всем остальном в процессе рыбалки поговорим. Неплохая довольно-таки тут глубина, метра два с небольшим. Как раз то, что нужно сейчас в прибрежной зоне нам для рыбалки. Можно закормиться и начать рыбалку. На старт сейчас слеплю 4-5 небольших шариков с крупным мандарином или с маленьким апельсином. Обращаю внимание, что по сравнению с фидерной прикормкой, как мы делаем на старт, здесь я ее делаю чуть-чуть все-таки более домоченную, более липкую, потому что забрасываю шарами, и шары должны спокойно дойти до дна, нигде там не плавать по поверхности, должны войти в воду, дойти до дна и там начать работать. Поэтому чуть-чуть она такая более правильной консистенции, более домоченная и более липкая, ну чтобы можно было слепить шар. Пять шариков сейчас сделаю, лучше потом почаще подбрасывать во время рыбалки. Сейчас буду закармливаться и обращаю внимание сразу на два момента. Первое, для того, чтобы корректно, правильно закормиться, необходимо поставить удочку в рабочее положение, то есть там, где у нас будет стоять поплавок. Это, соответственно, надо закинуть, подождать, пока он утонет, примет рабочее положение именно там, где он будет, и кидать по нему как по ориентиру. И второй момент, здесь все-таки свал, но он присутствует, и будет крайне плохо, если шары улетят дальше, чем поплавок. То есть, если они ближе полетят, страшного ничего нет. Но если они улетят дальше поплавка, это будет очень-очень плохо. Рыба может там встать чуть пониже, и вы ее ловить не будете, хотя ее будет там довольно-таки много. Поэтому забросили поплавок, он у нас как ориентир стоит, и на него теперь кидаем, стараясь попасть, ну, сантиметров на 20 ближе, в идеале, чем поплавок. Недолет. Вот так вот, вот так вообще хорошо. Вот она. Уклеечка. Ох, нифига, селедка. Такую уклейку я готов ловить, пусть она клюет, нет проблем. Первая на прикормку подошла уклейка. Такое часто бывает, там, где она есть, и уже, видимо, у нее пришло время. Еще вот неделю назад мы с Сергеем ловили, она, ну, поймали мы штуки две, по-моему, за всю рыбалку, она не активничала. Сейчас, видимо, она достаточно активна, но если будет такого размера уклейка, я считаю, что это, в общем-то, совершенно не хуже даже, чем платва. Ну, что я сейчас делаю? Я сейчас уже окончательно выставляю глубину. Ну, опять-таки, окончательно ее, конечно, не выставишь, но, по крайней мере, корректирую. То есть, то, что я вначале промерил, это все равно не штекерный промер, это маховый промер. И плюс дно неровное, все его неровности не угадаешь. По каким косвенным признакам можно судить? Поплавок начинает тонуть, если вот здесь чуть-чуть-чуть сейчас есть ветровое течение, буквально микроскопическое, но есть. И он плывет-плывет, вдруг начинает тонуть. Значит, соответственно, идет зацеп за дно. Либо прям зацепились там, подергали, либо вот веточку вытащили, я сейчас веточку вытащил. Ну, веточка, она может лежать выше дна, но если вот четко за дно зацепились, ракушку вытащили, значит, едете по дну. Поскольку ловим уклейку плотву нам это совершенно не нужно. Нам нужно чиркать по дну, либо идти даже выше него. Поэтому я сейчас уже убрал где-то 3 сантиметра глубины, и вот пару уклейку уже поймал, продолжаем, смотрим, что будет дальше. И будем реагировать. Вот она есть. А вот вслед за уклейкой подошла и целевая наша рыба, плотва. Я смотрю, немножко заглотила, я, конечно, дал по плавку утонуть. Опять-таки, сейчас скорректируемся. Если еще пара рыб будет в заглот, еще надо будет чуть-чуть уменьшить глубину. Наконец-то клюнула какая-то более-менее нормальная рыба. Это хорошая плотва. Это хорошая плотва. А подсак я, конечно же, не разложил. Потому что зачем раскладывать подсачек? Рыба будет мелкая, уклеечка-плотвичка. Поэтому мы сейчас ее вот так вот. Вот, по-пионерски. Хорошая плотвень. Такая добрая. Таких бы пару десятков и рыбалка состоялась. Ну, какая хорошая. Немножко я ей дал зажрать. В общем, пока клюет плотва и уклейка. Уклейки больше. Но она не мучает, не достает. В перемешку клюет с плотвой. И попадаются довольно-таки приличные экземпляры уклейки. Вот прям четко видно, как играет прикормка. работает. И на поверхности такие небольшие кружочки расходятся. И как раз именно в этой точке и находится поплавок. Это значит, что мы ловим там, где надо. И кто же это у нас? Окунь! Бедолага, наопарш позарился. Так, окунь, ты мне нужен зимой. Понял? Летом-то мне не нужен. Как я говорил, при потере активности надо докормить. Поймал так, ну, нормально уклейки поймал. Среди нее вот несколько плотвичек, в том числе, две очень хорошие провернулись. Ну, сейчас подстихла активность. В любом случае надо докармливать. О! О! Отлично! Посмотрим, как будет складываться рыбалка. Сейчас может быть такой перерыв. Как раз вот на прошлой неделе так оно и было. С утра поклевала рыба немного, потом перерыв где-то часов до 11 и с 11 начала уже нормально, внятно брать. Хотя, конечно, встала жара и вода прогрелась, но не знаю. Посмотрим, как будет. То ли это совсем клев стих, то ли он не совсем стих. Будет ясно сейчас после того, как докормил. поклевка поклевка достойная плотвы. дождался. Надо сказать, что сразу активность резко возросла после того, как докормился. Так, чуть-чуть можно убавить глубины. Активность резко возросла, хоть какие-то поклевки, окунь не в счет, но все равно было уже две явно уклеечных поклевки и вот плотвичку поймал. Будем надеяться, что докорм поможет. Тогда просто будем докидывать, докидывать. Поклевка плотва. Плотва. Это плотва. Вот за тобой я сюда приехал. Хорошая засольная плотва. Самое то, что надо. Так, заглатывает. Что мы делаем, если рыба у нас чересчур заглатывает, надо чуть-чуть, буквально на сантиметр убрать глубины. Что мы сейчас и сделаем, не отходя от кассы. Потому что раз решил что-то сделать, надо взять и сделать. Берем в руки поплавок, снимаем нижний кембрик, сантиметр буквально убавляем, возвращаем кембрик на место и и продолжаем рыбалку, смотрим, как оно будет идти у нас дальше. Ну, что, все кончилось? Вы, что, издеваетесь? Шарик две рыбы? Вот она, вот эта поклевка, вот это кайф. У, хорошая плотва, мордатая, хорошая плотва. вот, вот теперь можно посмотреть, что она засеклась у нас четко за губу. Вот она, это кто? Это уклейка, да еще и небольшая, ну ладно, что делать. По поводу уклейки и дипов, есть такое дело, сейчас сижу подбираю дипы, плотва вроде отзывается на чеснок сейчас у меня, как это неудивительно, дело-то уже можно сказать за середину июня зашло, а все еще работают специи, но тем не менее, но при том, что тут наличествует уклейка, надо с дипами быть очень аккуратными, потому что у уклейки есть такое дело, ей любой дип, как красная тряпка на быка, то есть она начинает набрасываться на опарыш, рвать его, терзать и вообще попадаться. И если вам уклейка не нужна, не интересует, то иногда бывает так, что даже дипами не воспользуешься. Но сегодня более-менее нормально, вот сейчас несколько плотвичек подряд попалось, так что пока продолжим мазать чесноком и посмотрим, как дальше пойдет. Вот она, вот она есть, это не уклейка, это не уклейка, это отличнейшая плотва, засольная, чуть-чуть опять передержал я ее, чуть-чуть передержал я ее, дал заглотить. Вот она, есть, вот она, чуть поменьше предыдущей, вот подсек вовремя, опять загубу, все как надо. Где я сегодня ловлю? Сегодня рыбалка проходит на одном из подмосковных водохранилищ. И здесь вода в принципе стоячая, это тем более такой небольшой заливчик этого водохранилища, вода стоячая, но вода стоячая бывает только на совсем маленьких закрытых прудиках, такая натурально стоячая вода. На большой воде в любом случае будет присутствовать то или иное течение, например, ветровое, с утра немножко был ветер с водохранилища и четко было видно поплавок даже чуть-чуть плыл. То есть идет слабое ветровое течение, соответственно по дну идет в обратную сторону придонное течение. И в связи с тем, что течение крайне слабое или вообще отсутствует полностью, информация распространяется медленно. Поэтому вот приехал, выловил, видимо, ближайшую рыбу, которая была вот прямо уже здесь, потом был перерыв и сейчас подошла опять рыба клюет. Я это связываю с тем, что она наконец-то расчухала, что здесь есть корм, здесь ее кормят и подошла стайка плотвы, которая сейчас вот в ней попадается. Размер очень приятный, прям просто супер. Ууу, это недомерочная плотва. Это мы отправим обратно подрастать. Это пусть растет, поскольку клюют нормально и пусть растет. Значит, что сейчас происходит? Поклевки идут, идут в принципе с каждого заброса, но проходит много времени между тем, как я забросил и тем, как пошла поклевка. Это меня немного не устраивает, поэтому сейчас в воду полетит еще один прикормочный шарик. Только я хотел прикормить, а там поклевка. Значит, напоминаю, что надо поставить поплавок в рабочее положение, то есть забросить и дождаться, пока он чуть-чуть подъедет к берегу и встанет именно там, где вы будете ловить. Второй момент, забрасывайте стоя, стоя вы попадете гораздо точнее, чем сидя, это просто вот опять поклевка. Дайте я шар кину, во, чуть-чуть налево улетел, ничего страшного. Стоя заброс будет гораздо более точным. Даже я вот уже отвык кидать, и то вот со временем начинаю все точнее и точнее забрасывать. Вот она, вот она, чистый кайф, адреналин. Вот это рыба, вот это, я понимаю, платва. Ну что, попробуйте ее так поднять. Все-таки это платва, не лещ ведь. Ой, 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 на пределе, на пределе. Вот, вот это рыба, а? На пятерочку махалку. за губу, все как надо. Как вы уже могли заметить, я сегодня ловлю маховой пятеркой. Почему такой выбор с Настей? Ну, во-первых, с Фидером мы еще успеем наловиться, все лет впереди. Ну и вообще, весной очень хочется половить на поплавок. Не знаю, кому как, а у меня прям тяга весной наловить хорошие плотвы на поплавок. К сожалению, по всем известным причинам и понятным, ранней весной мне половить, как я обычно это делаю там со штекером на канале, не удалось. А хочется же с поплавком половить. И посмотрев на прогноз и увидев, что сегодня будет такая вот хорошая, тихая, более-менее погода, видите сами, что практически полный штиль. Естественно, очень захотелось половить на махалку. Вы же ведь понимаете, что есть всего три снасти, которые максимальный кайф. Ну, опять же, у всех кайф от разного, но, тем не менее, есть три снасти, которые просто по объективным причинам дают максимум удовольствия от ловли. Это зимняя рыбалка, ну, напрямую считая леска и рыба, это бортовая удочка, грубо говоря, то же самое, что и зимняя рыбалка, чуть грубее, и третье это маховая удочка, особенно на стоячей воде, где минимальная оснастка, минимальная огрузка и практически тоже прямой контакт с рыбой. Поэтому махалка наше все, и когда ладошечная плотва ловится на пятый мах современный, это просто кайф. Вот это рыба. Вот это рыба. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. К такой рыбе надо проявлять уважение. Сегодня мелкой рыбе везет, сегодня она вся идет обратно. Консервы делать не досуг, а на засол пока клюет хорошая, вот хорошую и заберем. Пару слов для начинающих махальщиков по поводу длины лески. Такие вопросы возникают, и очень часто люди делают леску, оснастку, длиной четко в удочку, а то еще дальше длиннее. Так делать не надо. Оснастку надо делать короче, чем длина вашей удочки. Хотя это, конечно, съест немножко расстояние, на котором вы будете ловить, но это не так значительно. А комфорт ловли от этого возрастает очень значительно. Насколько короче? Ну, минимум сантиметров на 15-20, вот у меня еще покороче, так просто вышло, где-то, видимо, я эту оснастку уже укорачивал, то есть вся оснастка с поводком с крючком у вас должна быть здесь вот 20, у меня сейчас порядка 30 сантиметров до удочки не хватает. Зачем это все нужно? Потому что, когда у вас здесь висит рыба, удочка амортизирует, сгибается, и рыба у вас проваливается ниже. И вот смотрите, я сейчас примерно изобразил 100-граммовую платвичку и уже провалился ниже комля удочки. Если вы сделаете оснастку вровень, а не дай бог еще ниже, вынимать каждую рыбу вы будете как статую свободы вот так вот держать вместо факела удочку, а вот здесь вот где-то ловить эту рыбу, а то она еще будет ниже, вы ее там где-то хватать будете. Поверьте мне, это очень неудобно. Вот достойная рыба. Вот это достойная рыба. Вот посмотрите, насколько ниже комля висит сейчас рыба под своим собственным весом. 20, 40, 50 сантиметров ниже комля. Ну, пусть живет ничего страшного. Если вы сделаете леску соответственно на 30 сантиметров ниже, она будет висеть на 80 сантиметров ниже комля. Ну, сами на рыбалке это все увидите, когда в следующий раз поедете. для того, чтобы получить максимальное удовольствие, удовольствие от ловли ловли на махалку, ну, естественно, не все махалки одинаково полезны. И необходимо подойти к выбору ответственно. Удочка должна быть легкая. В данном виде ловли мы удочку держим в руках всю рыбалку, поэтому, чтобы она не выворачивала руки, конечно, пятерка это не семерка, не восьмерка, понятное дело. Она по жизни будет полегче, но все равно они все-все-все разные. Она не должна быть сопливой, у нее должен быть хороший такой прогрессивный, можно даже сказать, строй. В идеале должен быть привитой спортивный хлыст. Таким образом амортизация будет хорошая и можно будет вываживать даже очень крупную рыбу, как мы на пятерку с лодки ловим тех же лещей и линей и нормально ловим. Сегодня я ловлю махалкой лидер, которую разработал Максим Балаев. Я ее увидел в качестве образца на выставке еще в позапрошлом наверное уже году и когда она вот пошла в серию я с удовольствием приобрел себе эту удочку потому что еще с образца я понял что она выйдет хорошей реально хорошее вышло удилище смело могу рекомендовать всем. Дальше что у меня поплавок 0,8 грамма вы его могли видеть в прошлогоднем фильме про ловлю некрупных карасиков на деревенском пруду здесь сильно больше поплавок при ловле пятой махалкой не нужен в принципе можно даже до полуграмма опуститься и больше грамма тоже не советовал бы потому что даже сегодня есть такие холостые поклевки когда рыба пробует и бросает хотя разбаланс этого плавка сейчас составляет несколько тысячных долей грамма тем не менее сами понимаете чем тоньше оснастка чем чувствительнее она тем больше у вас будет поклевок больше у вас будет рыба поймана основная леска здесь довольно толстая эта оснастка была разработана под условия типа под водоемы типа озера плещеево для ловли достаточно серьезной рыбы ну и здесь чем черт не шутит в любой момент может нарисоваться лещ хотя в этом году вот пока еще ему рановато но тем не менее шальной может прийти сюда лещ его надо будет вынуть поэтому основная леска здесь довольно таки толстая здесь 0.16 если я не ошибаюсь точно не тоньше 0.14 поводок 0.1 0.12 крючок 16 номера по поводу огрузки огрузка распределенная то есть вот основной груз из двух дробин промежуточный груз и подпасок для того чтобы насадка плавненько падала обеспечивала равномерное такое падение рыбалка подошла к концу время идет сегодня очень жаркий хороший летний день один из первых немногих таких деньков поэтому появляются купающиеся появляется огромное количество лодок что гораздо хуже которые бороздят просторы гонят существенную волну и с такой небольшой глубины порядка двух метров рыба конечно же отходит куда поглубже или куда поспокойнее поэтому сейчас на этом будем заканчивать рыбалка сегодня была непростая пришлось и подтаскивать рыбу издалека и держать ее прикормкой и даже так она все равно не клевала в режиме жора то есть никакого жора к сожалению не было но поклевки были достаточно уверенные и радовали все равно своей регулярностью и меня очень порадовал сегодня размер платвы выбросил за борт я буквально не больше десятка рыб вся остальная хорошая мерная платва пошла в котомку и пойдет дальше на засол будет прекрасная вобла у меня осталось только самому залезть искупаться потому что реально очень жарко собраться и уезжать домой еще хочу сказать одну вещь у нас появилось новое приложение для нашего интернет-магазина кто не знает у нас есть фирменный интернет-магазин Sonic Shop для него появилось приложение пока на платформе Android можете заходить в Play Market и скачивать его за оформление заказа на определенную сумму в этом приложении будет дополнительная скидка предоставляться так что вперед пробуйте пока в стадии бета-версии можно этим воспользоваться ну и пока я на этом с вами прощаюсь не забывайте также подписываться на мой канал и всего хорошего не хвостанье чешуи до встречи на водоемах не хвостанье чешуи не хвостанье чешуи не хвостанье чешуи не хвостанье чешуи